Какие же могут быть источники красивой жизни? Как же нам начать жизнь своей мечты? Что же нам такого сделать для того, чтобы кто-то или что-то работал на нас? Давайте пошлем наши деньги на работу. Давайте пусть они работают вместе на нас. Я вас попрошу еще раз поработать в чате. Вы читали книги Роберта Киосаки, очень многие. Поэтому напишите, пожалуйста, какие активы могут приносить нам пассивный доход. Какие активы могут генерить нам те деньги, на которые мы можем жить. Что может работать вместо нас? Напишите, пожалуйста, какие виды активов вы знаете. Давайте, чтобы все люди, которые присутствовали в чате, это увидели и мы вместе это зачитаем. Недвижимость. Мы покупаем недвижимость, сдаем ее в аренду и получаем рентный доход. Бизнес. Бизнес работает без нашего участия. Жилье сдаваемое. Отлично. Банковские депозиты, банковские вклады. Спасибо, Андрей. Акция. Вот Константин, уточните, каким образом акции дают вам пассивный доход? Депозиты, рента, доля в бизнесе. Недвижимость, аренда. Вот очень хорошо написано слово аренда. Не обязательно сдавать в аренду недвижимость. Можно сдавать машины, можно сдавать какие-то... Любые предметы, которые у вас есть, можно сдавать в аренду. То есть это обязательно должна быть квартира. Понус облигации. Акции не являются источником пассивного дохода. Доход дивиденды, либо доход от облигации, это является пассивным доходом, потому что оно генерится без вашего участия. А если вы покупаете акции дешево и потом продаете дорого, это обычная спекуляция, это обычная работа. Поэтому давайте не будем смешивать два этих понятия. Дорогоценные металлы. Спасибо. Золото во все времена ценилось. Ройалти. Ноу-хау. Отлично. Создание бизнеса и его продажа. Франшиза. Спасибо, Татьяна, за такой развернутый ответ. Мои активы, человеческие отношения. Отлично. В том числе человеческие отношения. Вы знаете, я, по-моему, два или три месяца назад проводил тренинг «Связи решают все» или самый простой способ зарабатывания денег. И в этом году я тоже планирую создать большой курс о том, что человеческие отношения – это самый большой актив и очень важно пользоваться теми контактами, которые есть в нашей жизни. Авторские гонорары. Спасибо. Аренда, инвестиции в недвижимость, франшиза. Супер, супер, су, супер. Я сейчас попрошу вас еще раз честно ответить сами себе. То есть поймите, что вы будете обманывать это сами себя. Сколько из перечисленного сейчас активов, сколько количества разных видов активов сейчас работает на вас? Напишите, пожалуйста, в чате. Почитайте. То есть если у вас есть банковский депозит, это одно. Если у вас есть банковский депозит и квартира, которую вы даете и получаете доход, значит у вас два актива. Если у вас есть облигация к этому, то у вас уже три актива. Если у вас еще есть бизнес, который работает без вашего участия, это уже четыре. Вот, пожалуйста, посчитайте количество активов в вашей жизни и напишите циферку в чате. Как мы видим, из тех ответов, которые у нас есть, 1 плюс пенсия. Кстати, пенсия – это тоже пассивный доход. Как мы видим, у большинства людей всего лишь один актив. И это означает, что у очень многих людей вместо активов всего лишь их работа. То есть пока мы работаем, мы, соответственно, не получаем доходы. Как пассивные. Работа – это всего лишь иллюзия стабильности. Я благодарю за ваши честные ответы. Я рад, что вы осознали, что вам есть куда идти. Именно этим мы и будем заниматься в наших следующих уроках, в наших следующих занятиях. Итак, источники красивой жизни – это не деньги. Еще раз подчеркиваю, богатство – это не деньги. Богатство – это время, которое вы можете прожить, не работая. А для этого надо создавать активы. Какие активы вы уже только что перечислили в чате, за что я вам благодарю. Как сбежать из офиса. Следующий момент, который я обещал вам раскрыть. Для того, чтобы сбежать из офиса и не торчать там постоянно для зарабатывания денег, необходимо создавать активы. Мы об этом с вами только что говорили. И вот эта выборка фотографий – это те путешествия, в которых я был в том году, в 2010 году. Вы видите, что это абсолютно разные фотографии из разных точек Земли. Здесь есть зимние фотографии, здесь есть летние фотографии. Дело в том, что я веду такой образ жизни, потому что я когда-то запланировал его. И я несколько лет шел к этому образу жизни. Сейчас я могу путешествовать с ноутбуком по всему миру, потому что у меня есть бизнес, который в интернете, который кормит меня. Я проводил вебинары с берега моря. Я много путешествую. Я в эту среду, как я уже говорил, ездил, катался на сноуборде. Я могу себе позволить получать от жизни удовольствие, потому что активы работают на меня. Я прикладываю большое количество действий для того, чтобы создавать новые источники дохода. Я фанат множественных источников дохода.